Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1254, тема «Христос есть Бог и Человек». На ваших объявлениях о занятиях в Алтайском государственном техническом университете есть большое изображение лика Спасителя. А эти объявления расклеиваются везде, на столбах, заборах и так далее. А рядом с ними очень часто неприличные изображения и объявления. Разве это не грех по отношению к этой иконе помещать ее куда попало? Отвечает Игнарь Тихонович Лапкин. В мусульманских странах издан закон, запрещающий бросать в урну газеты, в которых напечатано имя Аллаха или его пророка Магомета. У них вообще нет изображений и за любое слово, которое им не понравится, они могут отрезать христианину в голову. У христиан таких законов никогда не было. Изображения, иконы, кресты находились всюду и очень часто осквернялись. Каждый понесет свое время. Когда смутьяны в городе Антиохии не извергли статуи Феодосия и влачили их по грязи, то наветники очень хотели, чтобы император казнил этих революционеров, указывая на то, что лицо императора все было забрызгано грязью. Он также свидетельствует. Он же, как свидетельствует Иоанн Златоуст, уже обо всем этом выслушал объяснение епископа Флавиана. Улыбнувшись, провел рукой по своему лицу и сказал «Нет, оно у меня чистое». Тем более это касается самого Спасителя. Если проповедь должна звучать во время и не во время, и по всему лицу земли, и в любом месте, а иконы есть безмолвные проповеди, то это одно и то же. Проповеди часто прерывались хулой на Спасителя страшными поношениями Божьей Матери. Человек свободен в своем волеизъявлении по отношению к Создателю, но каждый понесет свое бремя. Сегодня изображения Христа и Божьей Матери продаются и на календариках, в киосках, где могут быть самые непристойные открытки. Народ-осквернитель из храмов устроил туалеты, как во время льва и саврянина. Гнойное поколение капронимов еще не вымерло. Но лик Христа светел и чист. Сегодня передают о том, как спиливают, уничтожают и оскверняют установленные недавно кресты, взрывают памятники царям, и на каждом шабаше колдунов и ведьм ежедневно совершается кощунство над перевернутым распятием. И Бог это попускает. Продолжение следует...